установим теперь октаву под windows значит windows x клавиши нажимаем повершил администратор чеку install октав но минус y нажимаем чтобы он автоматом ставил вот видим ставим версию 5.2 ждем когда сейчас поставим октава это у нас свободная реализация матлаба наверное самая полная из свободных реализаций матлаба в ней реализован сам язык матлаб и разные тулбоксы то есть мы можем доставлять тулбоксы в эту инсталляцию тулбоксы называются находится на сайте октав фордж давайте мы посмотрим ну прямо поиск зададим сейчас октав фордж октав фордж вот ссылка идет на октав фордж здесь находятся разные пакеты то что в матлабе называется тулбоксами ну вот можно весь список посмотреть вы их прямо из октава можете доставлять обновлять удалять то есть управлять пакетами из октав есть несколько других реализаций матлаба ну например сайлаб но основная особенность сайлаб это пакет экскос то есть пакет моделирования блочного в октаве нет такого пакета то есть блочное моделирование в октаве не делается закрыть все так у нас докачивается сейчас установится и можно будет запустить посмотреть как с ним работать да не маленький пакет плюсом октавы является то что она написана на си а сайлаб написан на яви графический интерфейс на яви это с одной стороны конечно плюс то что можно на другом любой операционной системе фактически запускать но и в какой-то мере это минус потому что возникают проблемы с сочетаемости разных явовских пакетов в результате нужно поддерживать определенные версии явовских пакетов потому что часто меняется интерфейс и работа с сайлабом вызывает некоторые проблемы то есть вот единственное преимущество сайлабом можно рассматривать это аналог симулинка достаточно неплохой хочу сказать что есть более продвинутый аналог симулинка моделика язык это более мощный язык а а каузальный то есть у нас нет никакой важности что пишется справа знак равно что слева и он используется язык моделика для моделирования в разных средах в том числе и коммерческих достаточно мощных средах так ставится ставится ну сейчас мы дождемся когда установится запустим посмотрим что все работает до пятой версии у октавы не было графического интерфейса своего он только пятой версии как таковой появился до этого были сторонние разные пакеты которые внешний вид задавали и похожи были на оригинальную оригинальный вид матлаб я хочу сказать что очень удачный у матлаб интерфейс и он используется часто в разных айди то есть в разных средах разработки такая вот идеология построения интерфейса очень удобная что мы тут видим вот как интересно что тут фактически он тащит униксовый стек то есть вот он ставит униксовые утилиты он ставит компилятор как мы видим это компилятор на основе лвм и силанга и в качестве графики используется кутэ интерфейс но действительно предыдущий самый лучший графический интерфейс он так и назывался кутэ октав и фактически родной интерфейс кутэ сейчас идет на интерфейс октавы идет на основе кутэ биджетов не не быстро ставится ну отсюда видно что конечно проще использовать его в нормальных операционных системах то есть в линюксе например но если доставлять или винда windows subsystem for linux или виртуальную машину ставить то конечно накладные расходы возрастают и если есть возможность то хорошо использовать именно вот таком виде кроме графического интерфейса конечно октав имеет интерфейс командной строки ну тут мы можем но действительно если вам нужно распространять продукт сделан на октав то конечно лучше использовать интерфейс командной строки с помощью make файлов его компилить и так далее недостатком октав является до производительности производительность и матлаба не очень хорошая но для матлаба сделаны разные компиляторы оптимизирующие октав тоже оптимизирует но не такой степени как матлаб и там достаточно хорошая производительность получается также есть возможность работы в многопроцессорных системах многопроцессорных системах в принципе для большинства применений октав более чем достаточен кроме того конечно нужно сказать что это вот язык который очень распространен в западном научном мире потому что там просто пока покупают матлаб на университет скажем и используют матлаб достаточно простая среда и простой язык поэтому его интенсивно в научных расчетах используют но действительно очень низкий порог вхождения каждого можно посадить и он сразу начнет писать простые программы в матлабе ну и потом можно перейти на более специализированные языки ну например на ту же моделику если мы делаем блочное моделирование или на джулию если мы пишем программы вычислительные ну или если хотите то на питон с питоном другая проблема питон фактически это же не язык для написания разных вычислительных систем а язык для связи разных пакетов вместе фактически он вызывает разные библиотеки эти библиотеки имеют разный внутренний интерфейс и разная внутренний синтаксис разный и питон использует просто для склеивания всего этого вместе то есть такой унификации как в матлабе ну и соответственно в октаве там не будет вам нужно будет изучать несколько дополнительных языков фактически кроме питона и проблема двух языков встает в полный рост в питоне это даже не двух языков большего количества языков потому что нужно реализовывать связи между разными библиотеками у например numpy это фактически лопак реализован на сии на фортране там основа векторной операции и когда вы делаете операции на numpy вы фактически пишите на внутреннем языке numpy или на неком диалекте который можно из-под питона цеплять и работать с внутренними структурами numpy ну вот у нас все установилось открывается система вот тут да рекомендуется на октав фордж сразу выйти ну и можете вот у нас командный интерфейс графический интерфейс запускаем и у нас октава новости нам не нужны наслаждайтесь ну вот у нас фактически на когда-то убежала у нас наверх пытаюсь тянуть ее нет не удается мне и переместить вот у нас собственно наша структура что у нас тут командное окно документация редактор это именно то что вы редактируете скрипт и редактор переменных тут у нас область переменных то есть вот тут все переменные появляются которые используются тут у нас появляются команды и тут у нас файл браузер то есть там где мы находимся для того чтобы выполнять скрипт нужно находиться в том же каталоге что и скрипт ну пожалуй и все вот еще раз я хочу обратить внимание что фактически у нас используется минкв минкв это среда эмуляции юникса то есть фактически у нас просто юниксовая программа скомпелена под эмуляцию можете пользоваться